Добрый день, меня зовут Ольга Придухина, я врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. И сегодня рада приветствовать вас именно в той клинике, где я принимаю своих пациентов, где я их обследую и где мы наблюдаемся. Ко мне очень часто обращаются женщины с различными проблемами. Чаще всего это проблемы, связанные с планированием беременности и бесплодием. И очень часто вы задаете мне вопросы, на которые я стараюсь отвечать как можно быстрее, но порой вы не получаете должного ответа из-за того, что непосредственно мне с каждой из вас нужно обязательно пообщаться, нужно пообщаться в клинике, посмотреть ваши анализы, ваши обследования, или назначить их, если у вас нет того или иного вида обследований. И только после того я могу сделать свое заключение по поводу вашего дальнейшего лечения, наблюдения, диагноза и дать дальнейшие рекомендации. Поэтому я буду стараться отвечать вам на все вопросы, поэтому если они у вас возникают, пишите мне пожалуйста под видео, пишите мне в личные сообщения, буду рада вам помочь. Но безусловно, конкретный и основной диагноз я должна поставить только после того, когда я с вами познакомлю, с вами пообщаюсь, соберу анамнез вашего заболевания, посмотрю, если есть анализы, которые вы уже проходили, и только после этого можно говорить о конкретном диагнозе, и о конкретных рекомендациях по планированию беременности или по именно вашему заболеванию. В этом видео я хочу поговорить с вами на тему, какие нужно проходить обследования и вообще, что такое бесплодие, и когда нужно обращаться к врачу. Бесплодие – это отсутствие беременности в течение одного года регулярной половой жизни без предохранения до 35 лет. То есть регулярная половая жизнь означает, что у вас 2-3 половых контакта в неделю без предохранения. Это тоже такое понятие, что вообще нет никаких других мер предохранения. Поэтому, если до 35 лет при таком цикле регулярной половой жизни без предохранения беременности не наступило, то это повод обратиться обязательно к врачу. После 35 лет этот срок немножко сдвигается, и уже будет не год, да, срок, а именно полгода, то есть 6 месяцев. Если в течение 6 месяцев регулярной половой жизни беременность не наступила без предохранения, тогда тоже это повод обратиться обязательно к врачу. Но тут не нужно сразу же, конечно, пугаться или бояться, просто я всегда рекомендую пройти полный спектр обследований, для того, чтобы понять, существует какая-либо причина или не существует. Чаще всего мы находим незначительные изменения в органах репродуктивной системы, которые очень легко поддаются корректировке. Поэтому не нужно этого бояться, не нужно бояться врачей, обязательно обращайтесь к врачам, и тогда вы как можно быстрее выявите ту или иную причину и ее пролечите, и у вас благополучно, очень быстро наступит беременность. Всем спасибо. Какие именно нужно проходить обследование, смотрите в следующем видео, я подробно об этом расскажу. Всем спасибо. Ссылки я оставлю под описанием к этому видео. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите со мной пообщаться, пожалуйста, пишите, буду рада вам ответить.